мур привет друг это зверько и очень долгожданный гайд на аргуса не думай что я вот первый выпустил и забил нет я периодически пытался пересобрать его чтобы нивелировать минусы персонажа но он получался либо слабым и подвижным либо сильным но не быстрым разработчики провели обширный риор а я думаю это можно назвать реворком над персонажем и теперь аргус такой какой должен был быть при выпуске давай поближе к навыкам я вкратце обрисую для новых игроков которые гуглят гайд на аргуса проблема аргуса было в недостаточной подвижности я отмечу в навыках как исправляли эту проблему пассивка у аргуса вместо маны гнев это красная полоса и когда она заполняется падший ангел наносит два быстрых удара теперь ему добавили еще и резкое сближение с целью в эти два удара копится гнев постепенно со временем и от нанесения урона автоатаками чем меньше хп у аргуса тем быстрее гнев копится от ударов пассивка очень хорошо работает с ультой расскажу чуть позднее благодаря сближению с жертвой от аргуса стало сложнее убежать первый навык аргус после довольно долгой анимации бросает вперед коготь и притягивает себя попадая по противнику наносит короткое оглушение и появляется вторая фаза навыка ранее она закидала аргуса за спину цели теперь это прыжок с ударом выбранном направлении что гораздо полезнее с помощью этого рывка можно догонять цель отступать или даже перепрыгнуть тонкое препятствие второй навык пронзание клинком аргус пронзает противника дело небольшой подшаг урон неплохой и замедляет но на короткое время цель получает статус проклятия на 5 секунд и оставляет за собой темный шлейф по которому аргус бегает быстрее ранее ускорение бега он получал с уровнем теперь сразу максимальный 40 процентов с первого уровня и это изменение делает погоню за целью проще ульта это бессмертие на 5 секунд и теперь еще работает как дополнительное очищение также полностью заряжается гнев это позволяет сделать рывок пассивкой входящий контроль будет обрезан на 25 процентов что приятно но все же мало а хп разделяется на два уровня яркая полоска хп это показатель здоровья в целом облеклая полоска насколько исцелится аргус по завершению ульты так вот скорость заполнения пассивки зависит от яркой полосы а значит пока действует ульта лезем в бой повышая собственный урон в минуту но следим за уровнем блеклой полосы чтобы не отхватить по завершению благодаря ульте аргус может долго обходиться без предметов с вампиризмом теперь не надо следить за уровнем хп ведь ульта работает как очищение главное смотри чтобы ваншот в башню не словить итак что по изменениям рывок к цели дополнительный прыжок в выбранном направлении ускорение и очищение и эти изменения сделали аргуса наконец играбельным не надо бы гуртить если по неопытности не видел его слабости говорю как есть теперь он хоть и не супер мета но поиграть на нем и получить удовольствие легко я считаю что автоатакер зависимы от расположения цели она должна быть рядом с ними поэтому добавил еще подвижности я взял эмблему стрелка со вторым перком чтобы после первого удара было ускорение можно брать еще эмблемы убийцы например но там и показывать нечего дополнительных навыка в основном 2 это вдохновение для тех кто уверен в своем перемещении и имеет отличное чувство тайминга и спринт для тех кто любит быстро бегать я предпочитаю бег им проще гоняться за сквишами сборка у меня вот такая сапоги спешки для скорости атаки клинок отчаяния сразу противник не привык что спустя 50 процентов его хп вдруг увеличится урон по нему багровый призрак и ярость берсерка классика автоатакеров и вот база на этом завершена далее два места и ряд предметов которые туда можно вставить если противники жирные и не хотят быстро умирать меч охотника на демонов если враг постоянно пытается отходить и атаковать чуть с отрывом коса коррозии если чувствуешь что тебе не хватает скорости перемещения говорящий с ветром также неплохо помогает с уроном кд и вампириком бесконечная битва и еще можно попробовать маску трепета шестым предметом это будет экспериментальный вариант и для ее срабатывания нужно нанести несколько автоатак и будет супер если тебе помогут тактика теперь благодаря подвижности можно стоять хоть где но помни аргу все равно не танк и не танкует дольше пяти секунд на хай рейте все рефлекторно разрывают дистанцию при активации твоей ульты до прием отбежать и подождать против аргуса все еще работает но теперь например находясь в окружении ты можешь с помощью первого навыка пробраться через героя кидаешь него коготь потом первым же навыком перепрыгиваешь через него или препятствие и побежал 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 бой с подвижным противником лучше начинать со второго навыка чтобы у последнего было меньше шансов спастись отступлениям все опытные игроки давно привыкли к долгой анимации броска когтя и успевают либо оглушить аргуса либо увернуться от его инициации боя чтобы словить жертву лучше коготь бросать из кустов скрыв начальную анимацию тебе придется держать уровень своего здоровья но лишь для того чтобы не убили с одного удара кроме того автоатакеры должны отлично владеть режимом суперконтроля чтобы атаковать нужного врага который не сбежит и не защититься осваивая этот способ приведется с многими героями на этом все надеюсь гайд поможет тебе начать играть на обновленном аргусе а если видео тебе понравилось подпишись на канал поделись видео с друзьями и поставь свою чудесную лапку удачи друг видео субтитры делал DimaTorzok